Здравствуйте, это колонка главного редактора, я Дмитрий Нечаев. Ну что, коронавирус перешел в атаку? На утро 9 октября в России впервые за весь период подтвердили коронавирус у 12 126 человек в 85 регионах. Накануне было 11,5 тысяч, а весенний, в кавычках, рекорд, напомню, был 11 656 случаев. И вот теперь он, к сожалению, побит. Ну и врачи предсказывают, что это еще не пик новой волны. Так что все очень серьезно. По данным РБК, на фоне рекорда заболеваемости коронавирусом в России Кремль не исключил обсуждение новых ограничений в стране. Однако о каких именно мерах идет речь, пресс-секретарь президента не уточнил. Вот его слова. «Очевидно, что цифры растут. Сегодня действительно печальный антирекорд по России. Очевидно, что очень многие пока не считают необходимым заняться обеспечением собственного здоровья», прокомментировал Песков, нынешний рекорд по числу заболевших в нашей стране. Ну и теперь о том, что у нас с вами в регионе заболеваемостью по информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространению коронавирусной инфекции Тверской области подтверждено 86 новых случаев заболевания. Это тоже очень много. 4 685 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 23 человека. Ну а 268 человек с подтвержденным коронавирусом за все это время скончались. Рост заболеваемости, как ни печально, был предсказуем. Это и традиционные сезонные обострения, и снятие многих ограничений, турпоездки россиян и т.д. Но главное – это снижение бдительности. Понятно, все устали, долгожданное лето прошло у многих не так, как этого бы хотелось. Многие с раздражением сейчас реагируют на настоятельно рекомендуемые меры профилактики. Ну а кто-то и вообще уже расслабился и почти не заботится о безопасности. Это, кстати, показал и недавний рейд контролирующих органов по торговым центрам в Твери, в ходе которого были обнаружены многочисленные нарушения санитарного законодательства. Например, выяснилось, что не проводится обязательно ежедневная термометрия сотрудников, дезинфекция поверхности, отсутствует социальная разметка. И вот хочется еще раз сказать всем, что за попрание мер безопасности придется расплатиться вдвойне. Причем всем. Ну а теперь еще об одном событии, которое свершилось на этой неделе. Почти сто лет назад французский социолог и философ Эмиль Дюргейм заметил, что единственная сила, способная умерять индивидуальный эгоизм, это сила группы. И не только эгоизм, добавлю я от себя, но и откровенную глупость. Вы знаете, после того, что, как я уже сказал, свершилось, начинаешь реально верить, что понятие гражданское общество – это не пустой звук. И оно набирает силу. Помните, пару недель назад многие местные СМИ, и, конечно, мы, рассказывали о, мягко говоря, странной инициативе властей запретить в Твери кормление бездомных братьев наших меньших? Нет, не решить эту проблему, не поместить их, согласно закону и поправкам в Конституцию, в приюты, а именно начать морить голодом, по сути. И тут гражданское общество, что называется, поднялось на дыбы. Десятки коллективных и индивидуальных обращений буквально посыпались администрацию Твери. Кто-то уже даже предлагал организовывать пикеты. Активно подключились москвичи, среди которых были известные всей стране люди. Это и Валентин Гафт, Чулпан Хаматова, Инна Чурикова, Ольга Остраумова, Илона Броневицкая и многие другие. И вот власти Твери отменили этот аморальный запрет. Ответ администрации опубликовала зоозащитница, член экспертного совета при комиссии по экологической политике Мосгурдумы Елена Верховская. Я, кстати, пообщался с ней вчера. Она передала славу и благодарность всем активным горожанам, которые выступили против совершенно дикого и бесполезного документа. Ну а администрацию города я бы даже поблагодарил. Ну, хотя бы за то, что вынесли это на общественный суд. Это правильно. Как следует из их документа, по результатам общественных обсуждений, а также в связи с многочисленными обращениями граждан, предложение по запрету кормления безнадзорных животных и птиц будет исключено из проекта правил. Ну что ж, решение принято, разумеется, верно. И с точки зрения морали, и закона, и поправок в Конституцию, которую мы недавно поддержали. Но проблемы безнадзорных братьев наших меньших оно, увы, не снимает. А позволить ее решить может только грамотно работающий приют. На днях я провел в городской думе рабочую группу по этому вопросу. Суть проблемы в следующем. Я объясняю сильно упрощенно. Приют Больших Перемерков, как известно, благодаря неимоверным усилиям и весьма скромным средствам построили. Мы с очень многими единомышленниками добивались этого более 15 лет. И вот зимой объект возвели. В частности, и в мой адрес пришло очень много благодарностей за это. Но я еще раз подчеркиваю, что это плод труда и инициативы очень многих людей. И только вместе нам удалось добиться этой цели. К нам на горячую линию поступило вот на этой неделе несколько вопросов по поводу того, почему приют до сих пор не работает. Отвечаю. После окончания строительства для обеспечения его работы нужно было актуализировать региональное законодательство. Ну, например, утвердить новые финансовые нормативы на содержание животных и так далее. Региональный Минфин во второй половине лета это утвердил. В начале осени законодательное собрание Тверской области должно было все со своей стороны окончательно прописать. Я связывался с областным парламентом. И председатели профильного комитета, и спикеры, и большинство депутатов однозначно за. Но тут, как говорится, что-то пошло не так. Кто-то, видимо, вмешался, начал менять коней на переправе, как говорят, рассматривать вариант передачи полномочий по отлову и содержанию в госветинспекцию и так далее. В общем, у такого решения, конечно, есть и плюсы, и минусы. Но в итоге самое главное, что упускается время. И пока бюджетное финансирование на следующий год на приют не заложено. Сейчас в городской думе мы прорабатываем обращение на имя главы региона с просьбой в максимально сжатые сроки решить этот вопрос. Ну что, и в заключении хочется сказать, что впереди выходные. Синоптики обещают пасмурную, но теплую для октября погоду, иногда с дождиками. Может, лучше побыть в это время дома? И не забудьте, что, как мы уже информировали вас, с предстоящей субботы постепенно вводится режим использования масок на общественном транспорте. Ну а 12 октября он уже в полную силу вступит в нашем регионе. Об этом сказал губернатор Игорь Руденя. Он также отметил, что маски надо будет носить и посетителям общественных учреждений. Ну, например, театров, музеев, столовых, кафе и так далее. Он также выразил уверенность, что мы достойно пройдем рост заболеваемости на исходе нынешнего непростого года. Но при условии, что все ответственно отнесутся к мерам предосторожности. И напоследок небольшой анонс. На следующей неделе в нашем эфире запланировано очень много интересных и важных программ. Мы поговорим и о ситуации в экономике страны и региона, о благополучии граждан и перспективах экономической ситуации на финал года, обсудим наиболее резонансные темы, которые сегодня обсуждаются в обществе, и многое-многое другое. Отмечу, что и вы можете задавать повестку. Звоните на нашу горячую линию по телефону 341-341 и оставляйте на диктофоне ваши голосовые сообщения для нас. Вы можете задавать вопросы, а также делать ваши предложения. На этом я с вами прощаюсь. До следующей недели. И пусть она будет лучше, чем неделя уходящая. Всего доброго и до встречи.